Меня зовут Максим Павлов. Я певец, композитор, преподаватель. Преподаю я в Москве, преподаю я в Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Мои родители очень простые люди. Папа был трактористом, мама всю жизнь работала в колхозе также. Родители всегда учили. Вы не дети. Что это такое дети? Мне понравилось, когда он играл в пиано, потому что я сама играю. Мне очень приятно слушать это. Эй, капитан! Меня! Задавайте, не стесняйтесь вопросов. Мама, скажи, почему так? Мама, скажи, почему так? Мама, а что такое любовь? Мама, а что такое песня? А что такое музыка? Мама, а зачем человек должен трудиться? Задавайте много, даже самых простых, самых элементарных вопросов, Потому что эти вопросы на самом деле, сейчас-то я это понимаю, самые важные. Все остальное не важно. Мне тоже все очень понравилось, но больше всего понравился его очень красивый голос. Плыть, плыть! И так я начал любить народные песни. До такой степени я их уважаю. А знаете, почему их уважаю? Потому что в этих песнях рассказаны судьбы миллионов людей. Какую будем песню петь, друзья? Давайте с вами подумаем. Но тут самое важное надо учесть. Новый год впереди, правильно? Дальше. Какие еще праздники у нас будут впереди? Рождество! Очень приятно то, что все дети прониклись и слушали его пение с большим вниманием. Ну, в лесу родилась девочка, споем? Да? Постарше говорит, нет, нет, мы петь не будем. В лесу. Только громче! По творчеству Максима Павлова видно, насколько сильно он любит русскую народную песню, как он с душой, с любовью исполняет. Действительно, это просто уникальный человек. И дай Бог, чтобы Максим продолжал нас радовать своим творчеством, своим музыкальностям, своим талантам. Встреча с ребятами, потрясающими, умными, умненькими, которые сидели и так внимательно слушали весь концерт. И так трепетно сопереживали каждому слову. И это сопереживание не наигранное. Это сопереживание детей. А если дети сопереживают, если их глаза вынимают тому, что происходит на сцене, это не обманно, это невозможно подделать. Значит, это есть именно так, как есть. Кто бы мне дал источник избыстрой реки Эдемский... Большое спасибо всем, кто занимается росписью этого потрясающего храма. Это не просто труд, это миссия. Оставить после себя не что-то, что попало, а ставить после себя труд во благо Господа и во благо людей. Рыдал бы я грехом своем. Человек на самом деле без Господа Бога не может ничего. И об этом надо петь, и об этом надо говорить. И нужно совершать такие поступки, которые даже не доказывают это, а именно вещают об этом. Здесь человек будет счастливым всегда. Любой человек, который сюда входит, он счастлив. Я счастлив сегодня. Большое спасибо всем, всем, всем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok